Именно Николай Рубинштейн, следуя примеру старшего брата Антона, открыл в Москве консерваторию. Сегодня это главный музыкальный вуз страны. Первыми профессорами консерватории были Пётр Чайковский и Николай Кашкин. Они вели теоретические предметы. Иосиф Винявский вёл класс фортепиано. Чешский виртуоз Фердинанд Лаук вёл класс скрипки. А прима Большого театра Александра Александрова-Кочетова вела класс сольного пения. Николай Рубинштейн утверждал, что всем своим умственным развитием обязан Московскому университету, нынешнему МГУ. Сначала 16-летний студент посещал, как это принято, все занятия на своём факультете, и даже приходил на лекции других профессоров. Но вскоре понял, что это делать необязательно, и стал ходить только на то, что ему было интересно. Он понимал, что юриспруденция никогда не станет его профессией, а предметы необходимо изучать для общего развития. Экзамены, полагал Рубинштейн, нужно просто сдавать, пусть и на низкие оценки, нечего иссушать себе ум. Больше всего Николаю Григорьевичу нравились лекции профессора Тимофея Грановского по западноевропейской истории. Он восхищался его поэтической манерой речи, отточенной формой изложения материала, строгим отбором фактов и продуманной аргументацией. Выдающийся пианист, реформатор русской музыки и один из самых прогрессивных людей середины XIX века. Он добился того, чтобы игра на фортепиано или сочинение музыки стали серьёзной профессией. Это был музыкант от Бога. Его природное дарование, музыкальное дарование было удивительным. Он был замечательным администратором. Остаётся удивляться только тому, что он, как администратор, продумал всю организацию настолько хорошо, что весь его этот проект, музыкально-процесский проект, существует и существует весьма благополучно по сей день. А вы знали, что в Москве есть музыкальная школа имени Николая Рубинштейна? В ней дети учатся играть на фортепиано, в струнных и народных инструментах, поют в хоре и занимаются эстрадным вокалом. Так как у нас сильные связи с Московской государственной консерваторией, именно в нашей школе внедрён новый предмет – теории музыкального содержания. Давайте посмотрим, как проводят свои занятия юные рубинштейновцы. Слыхали львы, зарпущий глаз ночной, Мерца любви, в созвольной печали, Когда опоряв в час утренней молчали, Зверетый звук унылый и простой. Я занимаюсь в музыкальной школе. Семи лет сначала я пошла на струно-смычковое отделение, на скрипку. Отыграла на скрипке пять лет, выпустилась по пятилетке. Потом заинтересовалась в пении, занялась вокалом. И сейчас я заканчиваю седьмой класс по семилетке по отделению вокала, академическому. Мы продолжаем славное имя Николая Григорьевича Рубинштейна. И с 2019 года проводим конкурс. В этом году он стал уже всероссийский. Конкурс имени Николая Григорьевича Рубинштейна. Николай Рубинштейн и его время. Незадолго до ухода Рубинштейн распорядился, чтобы в день его смерти устраивали обед, на который будут являться все, помнящие его. И с бокалом шампанского говорить, «Жаль, что с нами нет Николая Григорьевича». И вплоть до революции 1917 года, в первое после 11 марта воскресенья по старому стилю в ресторане Арбат проводились рубинштейновские обеды, на которые собирались многие выдающиеся музыканты, чтобы почтить память великого музыканта.